Даниэла Эльзер Опа размышляла о том, что это может означать для принца Гарри. Букв много, но мнение Даниэлы Эльзер – это всегда любопытно и не банально. Даниэла Эльзер пишет, «Шесть лет назад, в январе 2016 года, звезда сериала «Форс-мажора» Мэган Маркла опубликовала пост в своем ныне закрытом блоге «За Тик», написав, «Мое новогоднее решение – оставить место для волшебства». Чтобы строить свои планы и быть в порядке, если они иногда ломаются. Ставить свои цели, но быть открытой для изменений. Шесть месяцев спустя она встретит в Лондоне некоего принца Гарри. По уши влюбится в рыжую королевскую особу и спровоцирует серию событий, которые приведут к крупнейшему расколу в доме Виндзоров почти за столетия. Она, безусловно, была готова измениться, и я надеюсь, что она преподала этот урок своему нынешнему мужу Гарри, герцогу Сасикскому, человеку, чья жизнь сильно изменилась всего за два года. И теперь, несмотря на то, что он оставил свой официальный королевский пост – семью покровительства. Почетные военные роли и, скорее всего, любой шанс когда-либо быть тепло встреченным в королевской ложе на Уимблдане. 37-летний принц сейчас сталкивается с перспективой потери его последнего королевского поста. Представители Букингемского дворца сообщили, что в честь празднования своего платинового юбилея королева вручит представителям монаршей семьи специальные юбилейные медали. Но получат ли принц Эндрю, принц Гарри и Меган Маркл эти награды? Сообщается, что памятными медалями наградят военнослужащих, сотрудников королевской полиции, пожарной службы, а также представителей британской короны. При этом Букингемский дворец не стал комментировать новость о том, что медали получат принцы Эндрю и Гарри, а также Меган Маркл. В последнее время каждый из этой троицы стал участником громких скандалов. Однако не стоит забывать, что ранее они честно служили королевскому двору. Как и в случае с предыдущими юбилеями, вполне вероятно, что на платиновый юбилей награду получат большее число членов королевской семьи, говорят инсайдеры. Ранее их удостаивались только военнослужащие и другие государственные деятели. Кстати, что королева самостоятельно оплачивает медали, чтобы отметить работу членов своей семьи. Они финансируются из частных счетов и носят памятный характер, рассказали эксперты. Кроме того, пока непонятно, приедут ли принц Гарри и Меган Маркл на службу памяти в честь принца Филиппа, которая пройдет весной этого года. Сейчас супруги вместе со своими детьми проживают в Калифорнии и не выполняют королевские обязанности, связанные с государственной службой. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл живут в роскошном особняке в Монте-Сито. Правда, недавно стало известно, что сасекские хотят продать свой дом и уже ищут новые подходящие варианты для проживания. Стоит отметить, что герцоги спокойно относятся к масштабным переездам, ведь они успели сменить несколько коттеджей и резиденций за то время, как познакомились почти шесть лет назад. Известно, что после того, как Меган и Гарри обручились, они переехали в небольшой дом в Кенсингтонский дворец, который находится всего в нескольких шагах от особняка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Тогда предполагалось, что великолепная четверка будет не разлей вода, поэтому соседство с кембриджскими считалось отличной идеей. Однако после свадьбы сасекские захотели роскоши, и уютный особняк их уже не устраивал. Оказалось, что супруги обратились к самой Елизавете II с просьбой подобрать им что-то более масштабное и модное. Но Гарри и Меган ждало разочарования, ведь королева отклонила их просьбу, назвав ее абсолютно неуместной. Стоит отметить, что пара положила глаз на Виндзорский замок, но зная особую любовь монарха к этому месту, можно было не сомневаться в отказе ее величества. Они захотели жить там и попросили королеву предоставить им замок после их свадьбы, рассказала королевский эксперт Роя Никха. Неудивительно, что соседские облюбовали именно Виндзорский замок, ведь там очень много пустых спален в частных покоях резиденции. Это не совсем уместно, что в таком месте будет жить молодая семья. Уверенный эксперт. Разговоры о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются переехать поближе к королеве, появились еще год назад. Эксперты пытались предположить, какой район или резиденцию выберут для себя кембриджские. Ясно было только одно, что особняк должен находиться рядом с Виндзорским замком. Очевидно, что Елизавета II владеет внушительным пакетом недвижимости, однако сама королева выбрала для своего проживания только лишь Виндзорский замок. Балморал, где проводят летние каникулы, Сандрингемский дворец, в котором отмечают рождественские праздники. Кроме того, оказалось, что у монарха в запасе есть еще одна резиденция, которая находится очень близко к ее основному дому. Эксперты уверены, именно туда переедут принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими детьми в скором времени. Эта резиденция носит название Форт Бельведер, а сам особняк был построен в промежутке между 1750 и 1755 годами специально для принца Уильяма Августа. Поместье расположено в крайнем южном конце Большого Виндзорского парка в округе Экхэм, в районе Ранимед в графстве Сурей. Ближайший город к форту – Санингдейл в Бергшире. Особняк расположен на холме, окружен кустарниками и выходит окнами на Вирджиния Уотер. Сегодня большинство помещений форта в аренде, но он по-прежнему принадлежит Британской короне. Дворец располагается в Большом Виндзорском парке, а его стилистикой стала эпоха готического возрождения. К слову, представители королевской семьи прозвали это поместье фортом из-за необычной архитектурной задумки. В этом году намечается по-настоящему грандиозное событие – 70 лет правления Елизаветы II, ее платиновый юбилей. Вне всяких сомнений это будет историческая дата, ведь еще ни один монарх в Британии не отмечал столь длительное пребывание на троне. В связи с этим планируется множество мероприятий, одно из которых состоится 6 февраля, а основная часть придется на банковские выходные в летнее время года. Несмотря на то, что торжество только планируется, подготовка уже сейчас породила споры и неприятные разговоры в королевстве. Традиционно монарх награждает медалями людей, которые сделали что-то важное для страны, и уже готовы 400 тысяч наград, которые раздадут выдающимся личностям. Отдельно вручат крест Джорджи и Виктории за военные заслуги. Казалось бы, все отлично, но есть нюансы. Одним из первых выступает вопрос, будет ли Елизавета II выдавать медали принцу Эндрю, которого на днях лишили всех званий и почестей, и будут ли в списке Меган и Гарри сложившие с себя королевские обязанности. И хотя монарх выпустила награды за свои деньги, не используя финансы от налогоплательщиков, королевские эксперты уже нарекли платиновый юбилей фиаско в процессе. Тот факт, что члены семьи, которые испортили репутацию монаршей семьи, получат такие же награды, как и работники здравоохранения и люди, служившие Британии, вызывает недоумение. Так Даниэла Элсер назвала подобную ситуацию катастрофы и уверена, что подобное решение возмутительно. Еще один вопрос связан с тем, что произойдет на королевском параде. Традиционно во время торжественного мероприятия Елизавета II стоит на балконе в окружении членов своей семьи. Но что же на этот раз? Присоединятся ли к королеве принц Эндрю, а также к герцог и герцогине Сасекске? Это пока неизвестно. Зато уже ясно, что мемуары принца Гарри, которые вот-вот выйдут в продажу, доставят королеве немало неприятных минут. Эксперты уверены, что в книге будут описаны события, которые ее величество меньше всего хотело бы обнародовать. Если учесть, что таких книг будет четыре, остается лишь посочувствовать британской монаршей семье. Пирс Морган уже много лет точит зуб на принца Гарри и Меган Маркл. И вот в очередной раз королевский эксперт раскритиковал супругов за их абсолютно неспортивное поведение. Пара требует защиты от правоохранительных органов Великобритании для проживания в США. Продолжая получать привилегии от своих титулов, дарованных им королевской семьей. Специалист уверен, что Сасекские намеренно набивают себе цену в тот момент, когда королева больше всего уязвима. Она потеряла своего любимого мужа. А сейчас разбирается с запятнанной репутацией сына, принца Эндрю, который предстанет перед судом в деле об изнасиловании американки Вирджинии Джуфри. В свою очередь Пирс Морган призывает представителей британской короны одуматься и наконец-то снять розовые очки, ведь на месте монарших особ он уже давно бы лишил Гарри и Меган титулов, а детей герцогов вычеркнул из линии престола наследия. Первый раз специалист поделился своим недовольствами на шоу под названием «Доброе утро! Британия», где во время разговора с Софи Раворд заявил, что очень сочувствует Елизавете II. Было пугающе неизбежно, что Гарри и Меган снова начнут трогать королевскую семью. «Мне так жаль королеву, ведь приближается ее платиновый юбилей», – сказал он. Оказалось, что именно тогда Сасекский просил помощи у британской полиции, которая отказалась содействовать ему. «Извини, приятель, это так не работает», – саркастично пошутил Морган в сторону Гарри. Ведь еще пару месяцев назад принц называл Букингемский дворец золотой клеткой.